Добрый день, друзья! Я вас рада приветствовать на нашей встрече. Напишите, пожалуйста, насколько меня хорошо слышно, видно, и мы начинаем. Сегодня у нас вторая встреча в рамках темы сепарации родителей и детей. Практические техники сепарации. Будем говорить о тонкостях. Кто не был на прошлом вебинаре, обязательно посмотрите его в записи на YouTube-канале. Ссылочка есть в чате. Да, Татьяна, благодарю. Обязательно посмотрите первый вебинар, потому что там шла базовая теория, базовое понимание этого вопроса. Сегодня же мы с вами разберем такие более частные вопросы. И я отвечу, соответственно, на ваши вопросы, которые вы писали в скайп-чате, или же вы можете писать их сегодня и прямо сюда. Итак, давайте я напомню, мы с вами сделаем такую установочку. Опять же, что такое сепарация? Сепарация – это правильное отделение, правильное разъединение родителя и ребёнка, когда ребёнок уже вырастает и отправляется в свою взрослую жизнь. Сепарация начинает происходить с 7 лет, когда ребёнок начинает уже выделяться из поля матери. И длится, по факту, она может быть раньше, может быть позже, но около совершеннолетия ребёнка. То есть в энергетическом плане где-то с 14 лет уже может происходить практически полная сепарация, практически полное отделение. Итак, давайте с вами для начала разберём такой вопрос, чем отличается там сепарация, связь энергетическая ребёнка с мамой и папой. Тоже сегодня вам немножечко порисую, чтобы это было понятнее. Значит, смотрите, давайте я нарисую маму. Она у нас красненькая. Нарисую сейчас папу. Потому что возникал вопрос, да, а как с папой? То есть я в первом вебинаре делала основной акцент на маму, на сепарацию с мамой. На самом деле с папой у нас наблюдается примерно та же самая картина, за исключением каких-то таких несущественных тонкостей. Маму рисуем ей энергетическое поле, рисуем энергетическое поле папе. Ребёночек у нас сначала, когда он был маленьким, он был в поле мамы до 7 лет, да? То есть вот он у мамы до 7 лет. И когда ему исполняется до 7 лет, ребёнок начинает выделяться из поля. Мама выходит из этого поля и уже приобретает своё личное энергетическое поле, свою ауру, в которой он растёт. До момента выхода он находился внутри маминой ауры. Но как он был связан с папой? То есть папа на самом деле точно так же питает ребёнка. И пока ребёнок находится в ауре мамы, у них организуется вот такой канал, канал энергии. Причём неважно, рядом папа, не рядом папа, воспитывает папа, не воспитывает папа ребёнка, знает ли папа ребёнка или даже не знает о ребёнке, да? То есть вот эта энергетическая связь, она всё равно присутствует. Она присутствует, что бы ни случилось и что бы ни произошло. То есть за исключением, что ребёнок находится в поле матери, в поле папы ребёнок не находится, то есть это обусловлено именно физиологическим процессом, именно процессом рода этого ребёнка, да? Но когда ребёночек выделяется из маминого поля до его, соответственно, отделения, папа продолжает с ним быть связан вот таким каналом. То есть в чём разница? Когда ребёнок находится в поле мамы, папа питает и маму, и ребёнка через воронку, потому что в этот момент маме тоже нужна поддержка, у неё очень много энергии, очень много сил на это уходит. И папа это делает вопреки своему желанию, да? То есть вот те отцы, допустим, которые отказываются от детей, отказываются от жён, там уходят, или даже не женятся на девушке, которая от них забеременела, которая несёт от них ребёночка, и они считают, что с тем, что они ушли и исчезли, с них какая-то там ответственность, какая-то нагрузка снимается. Да, возможно, какая-то там юридическая, социальная и так далее, но на энергетическом плане происходит всё то же самое. То есть пока ребёнок там, если ребёнок там жив, всё нормально, если мама ребёночка оставляет, рожает его и растит, вот этот мужчина сам о том, не подозревая, продолжает энергетически этого ребёнка питать, даже если он находится на огромном расстоянии от него. И, соответственно, это отражается также на жизни человека, но из-за того, что он не получает возврат эмоций, потому что ребёночек, который находится в поле мамы, в поле папы, при нормальных отношениях он даёт возврат энергии, возврат эмоций маме, даёт возврат эмоций папе, то есть идёт правильно вот такой вот энергообмен. И если мужчина исчезает, да, и никак не думает, не заводится о ребёнке, у него вот этот энергообмен с ребёночком, соответственно, отсутствует. Да, из-за того, что энергообмена отсутствует, он, получается, теряет энергию. И я видела таких мужчин, они ко мне приходили, тоже обращались за помощью, на них стоя, ну, они думали, что у них что-то типа кратника, да, у них уходила энергия. Но когда мы делали диагностику, когда мы смотрели реальную картинку того, что происходило, было понятно, что они теряют энергию вот в ту сторону, к оставленной женщине и к ребёнку. И пока ребёнок не вышел из кокона матери, эту связь оборвать, ну, никак невозможно. Отец даже если отрекается от ребёнка, эта связь остаётся. То же самое, например, с мамой, да, если там мама, ну, там, оставляет ребёнка по каким-либо причинам, отказывается от ребёнка, то до семи лет любой ребёнок, он не имеет своего энергополя, да, он становится незащищённым, если мама уходит, его оставляет, если папа уходит, оставляет. Но энергетическую подпитку он получает, продолжает получать, да, то есть вот эта энергетическая подпитка к нему всё равно идёт, и для мамы и папы это становится типа кратника, да, то есть они начинают терять энергию. Если же всё благополучно, да, и если семья вместе, там и папа заботится о ребёнке, даже если он не живёт вместе с ребёнком, потому что бывает там и развод, и ещё что-то, он этого ребёночка энергии питает, ребёнок ему возврат делает энергию на любви, да, на эмоциях, на каких-то, на чувствах. И поэтому вот этот верный энергообмен, он как бы между ними сохраняется. После того, как ребёнку исполняется 7 лет, он выделяется из кокона матери, да, он становится уже со своим коконом, со своим энергополем, и здесь продолжается тот же самый обмен. То есть мама питает ребёночка, папа питает ребёночка, ребёночек маме-папе вот эту энергию возвращает, да, он своей энергией, там, своими эмоциями, чувствами питает родителей. Поэтому, когда мы говорим про сепарацию мамы и папы, по факту разницы никакой, потому что когда ребёнок выходит из поля мамы, там, в 7 лет, да, он продолжает быть с ней связан такой же вороночкой. То есть помните, я вам говорила про вороночку. То есть мама точно так же держит ребёнка вороночку, папа питает точно так же его вороночкой-каналом. То есть разница сепарации после 7 лет вообще, в принципе, с мамой и папой нет никакой. Разница только до 7 лет, потому что в этот момент ребёнок находится в поле матери, а отец питает одновременно и мать ребёнка. Именно поэтому в гармоничных семьях, при нормальных отношениях, обычно этот период проходит намного легче, намного гладче, так как все участвуют в таком вот, ну, простом, понятном, да, хорошем, комфортном энергообмене. Дальше смотрите, что происходит, когда, допустим, мама там раньше из жизни уходит ребёнка. Сейчас я обновлю эту картиночку и нарисую вам, покажу. Итак, мы берём ребёночка, да, и представляем такой момент, что его мама из жизни ушла, да, то есть вот мамы нету. И что происходит, когда ему ещё нету 7 лет? Во-первых, он получает в любом случае поток от папы, да, если папа жив, он получает вот такой поток от папы, если там всё хорошо, всё в порядке. И он получает поток от своего рода. Но от рода через маму, да, мама, получается, тоже уходит в род. То есть вот мама перешла в родовую ветвь, и мама всё равно через род даёт поток своему ребёнку. Но при этом у ребёнка нет защитного энергополя. То есть вокруг него пустота, и поэтому обычно, ну, эти дети, им сложнее приходится, у них больше трудностей, у них больше каких-то проблем во жизни происходит, да, сложностей, потому что вот этого энергопотока нету, когда кокона нет. Когда ребёнку исполняется 7 лет, соответственно, он с этой энергией формирует в себе энергетическое поле, энергетический кокон, и он продолжает получать подпитку от рода и от своего отца. Вот. То есть тут тоже большой разницы вот в понимании этого процесса механизма нет. Дальше смотрите, что произойдёт, когда мы уже во взрослом состоянии делаем свою сепарацию. Я опять как бы изображу маму, да, родители, не буду делать различия, потому что я уже думаю, что вы, ну, надеюсь, что вы поняли, да, что между папой и мамой на самом деле нет никакого различия. В энергетической сепарации. То есть мы делаем сейчас вот маму, мы делаем ребёночка. И смотрите, допустим, ребёнок уже взрослый, да, у ребёнка есть своё хорошее энергополе, у мамы, соответственно, есть энергополе. И мама ребёночка не сепарировала, да, она его продолжает вот этой своей вороночкой удерживать. Да, не давая ему вот эту энергию идти, отделяться вперёд и так далее. Что происходит, если мама вдруг покидает этот свет, да, покидает этот мир? Или папа? Воронка рвётся в этот момент. Воронка рвётся, но вот здесь уже для ребёнка остаётся пустота. То есть мама ушла, да, мама ушла со своей кармой, кстати, не самой лучшей, да, потому что не порвала сепарацию. А у ребёнка вот в этой воронке остаётся пустота. И дальше вот здесь вот идёт связь с родом, да, вот такая родовая линия, родовой канал. И получается, что ребёнок получает подпитку от рода через дыру. То есть вот здесь вот эти шлоки ему начинают проходить по маминому роду. Это если мама не отпустила, это если мама не дала сепарацию. Поэтому ребёнку, с которым случилась такая штука, ещё раз я напомню, что означает правильная сепарация, правильное отпускание родителям. Родитель должен благословить, осознанно, сознательно, буквально проговорить эти слова в любой форме, да, в любой жизненной ситуации, он должен это сделать, он должен сказать ребёнку, я тебя благословляю, я тебя отпускаю, я тебе желаю счастья в жизни, ты свободный, самостоятельный человек, ты проживаешь свою жизнь, и я как бы только вот подсказать, помочь, поддержать, но я на твою жизнь, на тебя больше никакого права не имею. Вот это правильная сепарация родителей. Как бы со стороны ребёнка там может идти правильный возврат, да, там благодарность и так далее за что-то сделанное. Очень часто дети, допустим, организуя там свою семью, да, там выходя замуж, женясь на девушке, они на свадьбе, есть даже такая традиция, да, на свадьбе произнести слова благодарности родителей. То есть таким образом и родители дают благословление, и ребёнок подтверждает, что он это благословление на себя берёт. И вот в том случае, если мамочка уходит, не дав своему ребёнку благословление, да, не отпустив его, не закрыв вот эту вороночку, у ребёнка остаётся дырочка, остаётся тёмное пятно в канале родовом, в канале сепарации. И вот тут уже задача ребёнка – это пятно убрать. Как убирается? Опять же, через осознание, через проработку рода, через энергетические практики, через абсолютное там понимание и прощение своей матери. Потому что, когда эта воронка сохраняется, когда сепарация не произведена, всегда присутствует напряжение, натяжение, обида в отношениях. Ребёнок за что-то обижается на маму, припоминает какие-то вещи, которые мама там совершила или не совершила для него в жизни и так далее. И вот если у вас по отношению к вашему родителю нет такого спокойного, гармоничного, всепрощающего, всепринимающего чувства, то значит вот это пятнышко, вот эта дырочка не закрыта. И, к сожалению, если мама уже ушла, или если она упорно не хочет отпускать ребёнка, это приходится делать ребёнку. Потому что если ребёнок с живой мамой насильно разрывает эту связь, идёт опять же тот же самый негатив. Если связь насильно разорвана, то в отношениях всегда становятся негативными. Если мамочка уходит из этого мира, и воронка была не разорвана, то этот негатив уходит, но остаётся обида, остаётся чувство вины. То есть ребёнок может либо обижаться, либо наоборот чувствовать, что что-то недодал, чем-то недоплатил маме. И это может такого человечка разрушать. То есть здесь очень важно понимать, что, во-первых, это всё нужно делать, это всё нужно прорабатывать. Самый простой такой, самый базовый уровень проработки этих вещей – первое – сознание. То есть старайтесь себе объяснить, старайтесь понять, старайтесь с собой поговорить, почему так мама поступала в жизни. То есть если не была произведена верная сепарация, то, скорее всего, у мамы тоже было что-то плохо. У неё тоже были какие-то проблемы в жизни, тоже трудности были. То есть не отпускают те люди, у кого самих вот эта дырочка не закрыта, у кого у самих идут какие-то внутренние, душевные, духовные сложности, трудности и проблемы. То есть нужно дойти до такого уровня понимания и объяснения, чтобы у вас не осталось по отношению к родителю обиды, злости или чувство вины. Да, то есть потому что вот это именно портит. И я об этом уже говорила, у меня тоже были сложные достаточно отношения и с мамой в каком-то период времени, и с бабушкой. И мне пришлось достаточно долго работать над своей энергетикой, над своими мыслями, чтобы понять их поступки, чтобы понять, почему они так поступали. И когда у ребёнка исчезает вот это негативное состояние, его волокнышки начинают светиться, то есть его свечение увеличивается. И если у нас, допустим, не совершена сепарация, мы тогда 10% своей энергии тратим на свою жизнь, остальное идёт по кругу этому замкнутому. И когда мы сепарацию делаем, когда мы абсолютно родители принимаем, превращаем, допускаем вероятность его поступков, у нас 100% энергии начинает расходоваться на нашу собственную жизнь. То есть наше свечение, вот так вот наше поле увеличивается, и мы вот эту дырочку своим свечением заполняем, закрываем. То есть мы таким образом восстанавливаем свой род. Таким образом энергия рода восстанавливается. То есть это первое. Вам нужно именно сознательно, через понимание, через осознание, понять, почему мама или папа так поступали, и постараться простить, постараться опустить. Второе, чтобы опять же в этом помочь, потому что не всегда это можно сделать чисто психологически, не всегда это можно сделать через мысленные моменты. Здесь хорошо использовать любые энергетические практики для рода. Например, те энергетические практики, которые я вам давала в чате, недавно вы можете чуть-чуть наверх пролистать, их найти, посмотреть, ещё раз начать делать. Они в том числе помогают вот такие вот дырочки закрывать, они помогают получать энергию благословения своего рода. Ну, естественно, те, у кого достаточно сложно, достаточно много проблемно этот вопрос стоит, в идеале можно работать серьёзно в рамках тренинга, в рамках какой-то программы со своей кармой рода. У меня есть подобные программы, я дам вам предложение в чат по этим программам. Но мы сейчас говорим не об этом, то есть мы говорим о том, чтобы вы понимали, что вот такие родовые трудности и такие родовые задачи, они не решаются просто вот быстро, вот так вот, что, допустим, ага, я решила, да, ну хорошо, я там прощу свою маму, я её отпущу, я начну там свою жизнь нормально, начну жить, вот всё, я решила, я прощаю. Нет. Да, то есть если у вас в душе не приходит вот это чувство спокойствия, равновесия, благодарности и теплоты к ушедшему родителю, значит, сепарация не произведена. А если сепарация не произведена, у вас в родовом канале есть огромная дырочка, через которую вы энергию теряете. Вот, то есть это то, что касается родителей, которые ушли, да, и не отдали нам сепарацию. Следующий вопрос. Что делать с тем, если, допустим, мама, там, папа живы, да, но они вот эту сепарацию не понимают, и они невозможно им объяснить, да, что нельзя так себя вести, что вот нужно отпустить, что нужно дать возможность жить своей жизнью ребенку. И плюс к этому вам приходится за этими своими, ну, родными, да, за родителями ухаживать. То есть вам приходится, они уже старенькие, они при конного возраста, и вам приходится им давать энергию. То есть смотрите, опять же, что здесь происходит. Ну, за сепарацию всегда ответственен больше родители, да, родители несут ответственность за сепарацию, но при этом на ребенке лежит ответственность за его личное состояние. То есть вот, допустим, наша мамочка, за которой мы ухаживаем, вот мы, наша мамочка не убрала сепарацию, да, и она продолжает удерживать с воронкой у себя. То есть она говорит такие вот фразы, да вот я так и знала, что ты меня там бросишь, да кто же мне там стакан воды подаст, не подаст, я же уже старая, обо мне нужно заботиться, да я на тебя там всю свою жизнь положила, да, ты мне вот как бы ничего. Что с этим делать, да? Потому что, допустим, мама уже при конного возраста, мы ее там бросить не можем совсем, да, мы не можем ее достать. А то, что она нас вот этой вороной, с дачкой тяги, помните, я вам показывала, вокруг нашего энергополя формирует как бы вот такой вакуум, то есть нам тяжело нашу энергию отправлять в окружающий мир. И, ну, у ребенка есть два ворота, порвать резко, да, но тогда вообще с мамой не будет никакого контакта, будет чувство вины, будет у ребенка вот это темное пятно и незаполненное вороночка. Либо же тут уже задача ребенка, то есть смотрите, если мама не осознает, если мама не производится вакурацию, вы понимаете, что вы сливаете туда огромное количество энергии, требовать мамы, давить на маму, да, просить этого у мамы нельзя, ну, невозможно, да, невозможно это сделать силой, потому что родовые законы действуют таким образом, что все делается исключительно на доброй воле, да, на готовности это сделать, исключительно по желанию, то есть невозможно здесь это все сделать через силу. И поэтому, опять же, даже в этой ситуации ребенку важно понимать, да, ребенку важно отделить свои вот эти вот чувства, да, какой-то обиды, злости, там, негатива по отношению к маме и воспринимать ее в старости, да, ее в таком состоянии, не всегда там, не совсем адекватном, как нуждающуюся. То есть смотрите, вы должны понимать, что то, что она не устранила воронку, она тоже теряет огромную часть энергии, и ей вот этой энергии не хватает, и вот эта нехватка энергии у нее идет в обиду, в злость, в негатив, да, в какие-то претензии. То есть вы, опять же, вы не сможете как-то на дне работать, но вы сможете работать над собой. Как работать над собой? Делать родовые техники, да, делать вот эти элементы сепарации, повышать уровень своего свечения. То есть если вы занимаетесь родовыми техниками, вы свое свечение повышаете. Вы заполняете свою вороночку, да, вы начинаете делать маме возврат энергии больше, да, то есть вы начинаете ее принимать, вы начинаете не проявлять благосклонность, вы перестаете реагировать на ее выпады, да, негативно как-то, спокойно это все переносить. И получается, что вы делаете вот такой возврат энергии маме за счет того, что вы сами приобретаете энергетическую силу. И тогда вот эта ее вороночка тоже закрывается, мама начинает себя чувствовать комфортно, она перестает вам, ну, как бы действовать на нервы, и отношения улучшаются. То есть когда спрашивают, да, вот мама меня не хочет сепарировать, что мне с этим делать, как мне поступить с мамой, да, ничего с мамой не нужно делать. Нужно работать над собой, нужно работать над своей энергетикой. И опять же, если один член семьи берет на себя задачу работы с родовой кармой, да, и он начинает с ней работать, то лучше становится всей семье. То есть положительные изменения идут абсолютно у всей семьи. Следующий момент. Бывает немножечко другой перекос. Бывает та ситуация, когда ребенок не хочет сепарироваться сам. Да, то есть мама его вроде как и отпускает, мама вроде как хочет, чтобы ребенок был там взрослый, самостоятельный, полноценный, а ребенок без маминого там шага не может никуда вступить. В сети, ну, если кто-то там сидит, где-то в ВКонтакте или в Ватсапе ходит такая интересная картиночка, как анекдот, да, но имеющий вполне такое отношение к правде. Может быть, вы его видели, я его сейчас озвучу. Идет как бы с грины, да, переписки мамы с ребенком, с дочкой, видимо. То есть дочка маме пишет, мама, а сколько пельменей варить? Мама ей там отвечает. Мама, а вот как там это, рубашку правильно стирать, погладить? Мама, а как то? Мама, а как все? Дочка переехала, да, вышла замуж, переехала в другую квартиру. Авто на маме пристает, пристает, пристает. И мама у нее спрашивает, дочка там, а ВКонтакте можно заблокировать тех, кто, ну, посылает спам, пишет лишние сообщения? Дочка говорит, да, конечно, вот туда зайдешь, нажмешь, заблокируешь. И пишет дочку маме сообщение и видит контакт. То есть, там, этот абонент заблокирован, вы не можете отправить сообщение. Да, то есть мама, ну, просто начинает мощно, да, сильно отделять ребенка от себя, даже такими методами. Смотрите, что происходит. То есть мама, допустим, провела правильную сепарацию с ребенком, и вот эту вороночку она сама разделила, отрезала правильно. То есть дала благословление ребенку, воронку отрезала, все хорошо. То есть у нее со своей энергетикой все в порядке. А что происходит у ребеночка? А у ребеночка как раз необходимость тоже наращивать свою вороночку. Наращивая вот свои лучки, да, а лучиков у него мало, потому что раньше часть энергии он получал от мамы в воронке, а теперь она от мамы эту энергию не получает. Да, то есть вот эта вороночка, она у нас, получается, теперь уже бросаяла маму, убрала эту вороночку, все. То есть ребенок этой энергии, той энергии, которую он получал от мамы, он теперь больше не получает сюда. И он начинает, ребенок испытывает нехватку этой энергии, начинает к маме приставать. Мама, как же я так буду, да, да я вот там вот мне подскажи, да ты мне вон там помоги, да ты меня вот это сделай. То есть что происходит? Ребенок сам начинает выстраивать к маме воронку, отказываясь от сепарации, то есть у него не хватает этой энергии. И вот здесь вот очень важно маме просто выдержать этот период времени, потому что если она эту воронку на себя обратно примет, да, если мама с ребенком через эту вороночку соединиться, что произойдет? Ребенок начнет сам свою энергию терять в эту воронку, потому что это противоестественно, так не должно происходить. Он начнет терять огромное количество своей энергии, а значит он не сможет добиваться своих целей на работе, он не сможет построить счастливую личную жизнь и так далее. То есть в этом случае мама под чувством жалости, да, под чувством какой-то материнской заботы подкладывает ребенку свинью на самом деле. То есть что в этом случае нужно сделать? Нужно поставить обязательно границу между ребенком и собой, да, поставить границу и сказать, да, я тебе помогу, поддержу, но давай-ка ты, мой дорогой, сам, да, или сама, вот посмотри ты, как вот что, сделай, как тебе хочется, живи своей жизнью, да, это твоя свобода, радуйся, наслаждайся этой свободой, живи с ней и так далее. И что тогда произойдет? То есть если мама видит вот эту дистанцию, ребеночек, он ничего не останется, как научиться этим пользоваться, как научиться с этим жить, и он начнет накапливать вот эти лучики там у себя, да, внутри себя. То есть он вот эту воронку начнет ориентировать на свой энергетический кокон. И в конце концов он нарастит свои лучики, и он уже начнет жить вот этой жизнью самостоятельно. То есть поддерживать, рассказывать, где-то давать советы, где-то давать ориентиры, но по возможности сводить к минимуму принятие решений из ребенка. Да, то есть высказать свое мнение, допустим, ну, сказать, но решение это должно принять сам. То есть это хорошо для меня, но не обязательно это хорошо будет для тебя. И так далее. Очень важно вот здесь сознательно этот момент понимать, потому что, ну, сепарацией все-таки в идеале руководит именно родитель. И поэтому, если ребенок где-то что-то сопротивляется, мама вполне может его чуть-чуть подобить, да, ему таким образом помочь, и это никогда не ляжет к никаким негативным воздействиям. А вот если происходит обратная картина, если ребенок, наоборот, сам маму сепарирует, отталкивает, вот там возникают конфликты, там возникают проблемы, которые потом можно решать. Поэтому вот в этой картинке, если ребенок не хочет сепарироваться сам, ну, ничего страшного на самом деле нет. Также от вас звучат вопросы, а чем отличается, да, как проявляется там сепарация девочки и мальчика. На самом деле никакой существенной разницы нету, потому что вот есть такое мнение, да, что девочки ближе к маме, там, мальчики ближе к папе или девочка нуждается в папе, мальчик к маме. Нет, на самом деле все одинаково. Что с мамой, что с папой? Все, все по одному сценарию. Просто может быть так, что там в каких-то социальных, бытовых вопросах, там, один ребенок, допустим, привязан больше к одному родителю. Ну, один родитель с ребенком больше занимался, там, больше играл, больше куда-то ходил. Сепарация та же самая абсолютно, потому что свобода, отпуск нужен как мальчику, так и девочке. То есть девочке это нужно для того, чтобы выстроить правильные отношения, там, с мужем, да, построить семью. Мальчику тоже самое. Возраст, опять же, примерно одинаковый, да, и сепарация, она, допустим, не означает, что вы там больше не будете давать тепло, любовь и поддержку ребенку. Сепарация означает, что он сможет принимать решения и действовать по жизни самостоятельно, без оглядки, как бы, без зависимости от вашего мнения, да, от родительского мнения. Вот, а все остальное, там, поддержка, помощь, там, еще что-то, еще что-то, это вполне может быть. То есть я, например, полностью, там, прошла сепарацию, ну, именно полное отделение в 21 год, когда закончила университет, но по эмоциям, там, каким-то сознанием, по ответственности за свою учебу, это вот было с момента поступления в институт, 17 лет. То есть я абсолютно самостоятельно за вас следила, я там работала на стипендию, я получала повышенную стипендию, то есть добивалась таким образом, в том числе, такой финансовой, независимой свободой, да, то есть я не могла работать, но я это делала через стипендию, у меня там была именная хорошая, крутая стипендия, вот, то есть это я делала уже 17 лет. То есть я сепарировалась, как бы, даже сама, хотя меня не отпускали, то есть мне пришлось вот эту сепарацию именно самой, как бы, выламывать, выдавливать. А в 21 год я стала полностью независимая, то есть я уже там нематериально, ничего от родителей не брала и никак не зависела. Вот, при этом, ну, я рассказывала, да, у меня были тяжелые отношения с мамой, то есть сегодня сепарация, ну, сепарация, ну, сепарация, извините, на полностью отношения не восстановлены, то есть сегодня, ну, у меня прям огромное удовольствие там сидеть, поговорить с мамой, да, там, поделиться какими-то душевными моментами, провести вместе праздники, приехать, пообщаться, да, но нету вот этой зависимости. И у мамы то же самое. То есть правильная сепарация, она еще и дает возможность каких-то теплых родственных отношений. Вот. В остальном никакой разницы абсолютно нет. У мальчик, девочка, то есть это все мифы. А ты такой же человек, у него энергетический кокон также устроен, у девочки идет там два только центра, а у мальчика один энергоцентр, и все. То есть им также нужно выстраивать свою линию и также встраиваться в свой род. Так. Читаю вопросы. Светлана, а если отец бросил нас и ни разу с сыном не общался, ему было 11 лет, сейчас отец умер, это влияет на энергетику сына? Да, Светлана влияет. Еще раз, пожалуйста, вебинар, потом переслушайте, но я кратко сейчас расскажу, я об этом говорила. Даже если отец бросил, более того, даже если отец не знает о том, что существует его сын, вот эта сепарация нужна, нужна в первую очередь ребенку. Вопрос, что с ребенком? Вот вы пишете, что сын очень хотел с ним общаться. Вот ребенку очень важно в данном случае самому произвести сепарацию. То есть если отец умер, ушел, или ребенок не знал отца, то просто по законам кармы, по законам физиологии отец продолжает ребенка кормить и питать. Даже если сам о ребенке не знает. И отец теряет свою энергию, ну там как бы ладно, другой разговор, это его личные уроки, его личная карма. Но и ребенок, сохраняя сепарацию с таким отцом, может хватать от него какой-то негатив. И чтобы вот эту сепарацию произвести, ребенку в первую очередь нужно с собой договориться. То есть я говорила, две основы, как устранить эту связь. Первое, нужно полностью простить, понять и принять, то есть чтобы не оставалось негативных эмоций внутри себя. Второе, делать энергетические практики. Делать практики может как сын сам, так и, допустим, вы как его мать. Потому что если один из членов рода начинает делать энергопрактики, родовые техники, то это распространяется на всех. То есть вы даже как мать можете помочь ему вот эту сепарацию пройти. Потому что если будете закрывать вот эту энергетическую дырочку, его чувства, да, его негативные эмоции отпустят. Вот, то есть у него это пройдет. Ну, опять же, смотрите, как у меня получилось. У меня мои родители развелись, когда мне было 6 лет. И я не знаю, почему, да, но вот как-то у меня так сложилось. То есть мама у меня потом, ну, я маму намного чаще видела, да, там мама у меня растила. Папа на какое-то время из моей жизни вообще выпал и вернулся, когда я уже там была в подростковом возрасте, начал там снова со мной общаться, встречаться. Но почему-то за развод я винила больше маму, да, за то, что вот у меня не стало папой, я винила маму. И у меня было долгое время такое состояние, что я не доверяла женщинам. У меня не было подруг, я не доверяла врачам женщинам, да, то есть я любила ходить, мне нравились врачи мужчины, мне нравились учителя мужчины, я дружила с мальчиками, то есть я в принципе закрыла круг девочек, да, к своему общению. И я смогла это перебороть, опять же, да, вопрос, я не могла там и личные отношения выстроить, пока вот этот круг не разорвала. И мне пришлось именно вот работать над собой, принимать, прощать, объяснять себе это, находить в себе вот эти моменты, да, которые меня держали в этой сепарации. И сегодня как бы это всё выровнялось. То есть у меня есть и женщины, на которых я могу положиться и полностью доверяю, и там и мужчины, и со всеми нормальные отношения, но когда-то это было действительно проблемой. Поэтому здесь важно, вот если у вас у ребёнка есть такая ситуация, важно поговорить с ребёнком, важно попытаться у него выведать, а есть ли у него обида, да, есть ли у него недоверие, а кого он в чём винит, и попытаться вот это всё объяснить. Потому что в таких ситуациях очень часто есть действительно чувство вины, очень часто ребёнок обижается, да, даже если об этом открыто не говорит. То есть я никогда не говорила там ни маме, ни папе, что обижаюсь на них за что-то и как-то и чем-то, но внутри я обижалась, да. И, возможно, даже это стоит предупредить, это как-то объяснить, рассказать. И как бы это всё можно сделать. Ну и плюс взять на себя там какую-то ответственность по деланию родовых практик. Вот, поэтому, друзья, да, то есть я вам предлагаю, опять же, это в чате пообсуждать, поговорить на этот счёт. Попробуйте ещё раз поделать вот те, которые я вам давала, родовые, да, потому что, ну, они вам уже помогут, да, и с использованием информации, которую я вам сегодня дала, попробуйте сделать те же самые медитации, те же самые практики, знать эту информацию. И сравните, как вас изменится ощущение от практик. Ну и плюс к этому я в чате обубликую предложение, то есть я буду запускать как раз курс «Матрица рода», и если кому-то интересен вопрос именно глубокой проработки, да, то есть вы сможете изучить эту страничку, сможете посмотреть и присоединиться к более уже серьёзной глубокой проработке. Ну а дополнительно на эту недельку я вам хочу дать вот такую технику, да, такую практику, она вам будет интересна, она вам будет полезна, она называется «Ангел рода», да, «Контакт с ангелом рода». В каждом роде существует некая сущность, её называют «Ангел рода», её называют «Кармическая сущность». Это некая энергия, которая работает в нашем роду как смотритель, да, то есть она смотрит за отношениями, она смотрит, как что происходит, как что меняется в нашем роду, она контролирует члены рода, то есть её невозможно снять, её невозможно убрать, так же, как невозможно убрать карму. Но с ней можно договориться, да, можно её смягчить, можно её сдобрить, да, чтобы она нас по голове не била, потому что в чём заключается её механизм? Если человек идёт по жизни правильно, если он реализует там свою задачу, своё предназначение, если, в принципе, живёт правильно, то она человека не трогает или даже даёт человеку возможности какие-то людей, да, связи, события, которые помогают человеку. Но если человек действует неправильно, неверно, там прожигает свою жизнь, делает серьёзные ошибки, делает серьёзные родовые ошибки, да, там в обидах, в претензиях существует, то эта сущность начинает человека воспитывать, она начинает по человеку бить, да, устраивая какие-то неприятности, проблемы, трудности, препятствия и так далее. И вот эта родовая сущность или ангел рода на самом деле такая достаточно интеллектуальная субстанция, да, с ней можно на самом деле договариваться. Существует очень один хороший ритуал. Как его сделать? Вам нужно купить, это обязательно должен быть новый сахар, кусковой, такими кусочками, то есть лучше прям пойти в магазин и купить свежую пачечку, которая у вас ещё в доме не лежала. То есть этот сахар не должен накопить вот эти дополнительные какие-то поля энергии вашего дома, он должен быть таким вот, свободным, да, не будучи в вашем доме. Вы покупаете сахар, рафинад обычный, кусковой, кусочками, кубиками он должен быть. На ночь, в этот же день, когда купили на ночь перед сном, берёте три кусочка сахара в руки между ладонями, прям вот так вот закрываете, да, между ладонями. Располагаете примерно на уровне солнечного сути, потому что там у нас находятся родовые чакры. И произносите примерно следующую фразу, то есть её не нужно делать до цены, просто послушайте сейчас, поймайте суть, смысл, да, и примерно это же повторите, попытайтесь повторить. То есть мы обращаемся к нашему ангелу Рода, к нашей родовой сущности, к кармической сущности, и говорим, ангел Рода, прошу тебя, помоги мне, подскажи, укажи, дай знак, в чём мои трудности, в чём мои проблемы, на что мне нужно обратить внимание, что мне нужно сделать, чтобы моя жизнь стала лучше, счастливее, красивее, что мне нужно сделать, чтобы правильно произвести сепарацию со своими родителями или со своими детьми. Помоги мне, укрепи, то есть попросите у него то, что вам нужно. И скажите, дай мне подсказку во сне или в жизни, каким-то событиям, каким-то способом, чтобы я это поняла, да, чтобы я это увидела. Дальше мы эти кусочки сахара кладём под подушку, сразу же ложимся и засыпаем. На утро, когда мы проснулись, первый сахарочек один, мы сразу же съедаем сами. Можно просто съесть, рассосать, можно в чай растворить, с чаем выпить. А второй сахарочек мы выносим на улицу и кладём под какое-то дерево, благодаря ангелорода. Типа, ангелорода, благодарю тебя, исполни там мою просьбу, да. Лучше дерево использовать донор, то есть это может быть там дуб, клён, берёза. Не используем, не используем. Ель, сосну, осину, там, кедр и так далее. Это деревья вампиры. То есть мы используем дерево донора. И третий кусочек сахара, два варианта. Мы либо относим на могилу нашего предка, умершего какого-либо, любого, всё равно какого. То есть нужно съездить на кладбище и кусочек сахара оставить на могиле предка. Либо же, если это невозможно, потому что бывают разные обстоятельства, возможно, далеко до могилы родича, мы идём к любому водоёму, либо река, либо озеро, что угодно, и мы бросаем этот кусочек сахара в реку и озеро, но посвящая это своему прародителю. То есть мы с мыслью формируем в голове мысль, бросаем кусочек сахара и проговариваем. Допустим, моя там правабушка, моя бабушка или моя мама, приеми мою жертву, помоги мне, подскажи мне, дай мне силу и энергию рода. И в течение семи дней обязательно у вас будет какой-то знак, у вас будет откровение. То есть либо сон приснится, либо кто-то что-то скажет, либо какая-то книга в руки попадётся, которая на ваш вопрос ответит. То есть в течение семи дней вы должны быть очень внимательны к тем событиям, к тем снам, которые с вами будут происходить. То есть ангел рода с вами заговорит, возможно, придёт к вам в медитации, возможно, придёт во сне, придёт кто-то из умерших родственников. Не бойтесь этого, а старайтесь их с ними говорить, их распоросить во сне. То есть постарайтесь вот этот момент уловить, запомнить и всё это сделать. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, кто будет делать это упражнение. То есть я думаю, что это будет очень интересно. Давайте его поделаем. И если у вас будут какие-то такие интересные моменты, изменения, напишите в чате, поделитесь, обсудим с вами эти моменты. Отлично. То есть вот эта техника очень хорошо работает. Я вам даже расскажу такой пример, как у меня она однажды сработала. То есть я к ней прибегаю там периодически, когда у меня какие-то сложные жизненные вопросы возникают, какие-то трудности там, ну, чтобы получить подсказку от рода, да, уже от ангела рода. Ритуал проводится когда угодно абсолютно. Вот когда вам захотелось, он вообще в принципе ничему не привязан. Но единственное правило – сахар должен быть новый. Вот вы его сегодня купили, сегодня же вы проводите ритуал. На ночь, да, ночью. Купить можно в течение дня в любое время. Когда я еще только-только начинала свой путь в эзотерике, и я начала с карт Таро, то есть я делала расклады на картах Таро, и все, да, то есть больше ничем я не занималась. Не лечила, не снимала порчу, не делала курсы никакие, ничего. Только диагностировала на Таро. Мне очень хотелось, чтобы мои способности, да, мои умения развивались, чтобы я куда-то шла, чтобы у меня там открылось ясновидение, чтобы у меня появились какие-то возможности. И я вот эту технику знала еще тогда и обратилась к ангелу рода, да, то есть провела этот ритуал, обратилась к ангелу рода. И буквально через 2-3 дня, по-моему, ну, прям вот совсем несколько дней прошло, мне снится сон. Я выхожу на высокий холм, вот я выхожу, я одета в такую белую рубаху. И вокруг меня сидят молодые красивые девушки с распущенными волосами, венками и тоже в белых рубахах. Ну, как вот славянок, да, рисуют там костры, капищи славянские и так далее. И я выхожу в центр этого поля, и вокруг меня эти девушки сидят. И какой-то голос говорит мне, что вот он, твой род, да, вот твои прародители, которые тебе помогут, которые тебе откроют возможности, «Но ты должна сделать этот обряд, прийти на холм и побыть в медитации ровно в свой день рождения». То есть, представляете, мне это говорит голос, и я вижу вот этих девушек, которые начинают петь, да, и в каких-то таких вот медитативных танцах вокруг меня кружиться. И действительно, этот сон был буквально за 2-3 месяца до моего дня рождения, ну, как бы близко к этому накануне. И он пришёл именно после того, как я провела ритуал с ангелом рода. То есть, попросила дать мне решение, дать мне подсказку, как свои способности развить. И вот снится такой сон. Да, то есть, я получаю просто прямое указание, что вот иди в свой день рождения, входи в медитацию, представляй свой род, работай с этим, и ты получишь. Я это сделала. То есть, через 2-3 месяца наступил мой день рождения. Не помню точно, потому что это было давно. Это вот где-то было лет уже 8 так назад. Я пошла на холм, который подходил под то, что я видела во сне. Я был очень близок к этому. Я вошла в медитацию. Я прям села. Я одела также белые одежды. Я села на колени на землю. Вот в той позе, именно в которой сидели девушки. Я вошла в медитацию. Я начала представлять свой род вокруг себя. Ну, и как бы провела время в этой медитации. И после этого, буквально, опять же, еще через несколько месяцев я встречаю, я знакомлюсь с учителем, который мне помогает открыть ясновидение, который помогает мне открыть мои данные, мои навыки. И в дальнейшем времени, счете, я с ним работаю. Я потихонечку начинаю там и курсы создавать, и учить кого-то чему-то, и ясновидеть, да, и лечить, и так далее. То есть вот такой был путь, и вот такая была интересная, прямая, вообще просто прямая подсказка от Ангела Рода, вплоть до того, что мне сказали, что сделать, когда сделать, как сделать, да, и что меня приведет к моему пути. Поэтому вы сконцентрируетесь над вашим вопросом, да, над вашей задачей, потребностью, и попробуйте сделать то же самое. Я думаю, что результаты вас, ну, очень приятно удивят и порадуют. Итак, друзья, на сегодня это всё, что я вам хотела рассказать. Используйте эти техники, используйте ритуал с Ангелом Рода, посмотрите, что из этого получится. Ну и мы с вами продолжаем обсуждать тему, продолжаем с ней работать. Если будут какие-то вопросы по итогу осознаний, пишите в чате, я вас буду консультировать, буду отвечать на эти вопросы. Вот. А вам желаю хорошей, успешной недели, плодотворной. Так, сейчас подожду, если кто-то что-то напишет. Да, благодарю. Благодарю вас за встречу. И до скорой новой встречи, до общения в чате. Всего вам доброго. Запись обязательно будет.